Всем привет! Сегодня я вам расскажу об интересных арт-мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. Если вам понравится такой формат видео, вы можете оставить комментарий под этим видео. Можно будет сделать эту рубрику еженедельно. Я буду рассказывать вам об интересных выставках, встречах с художниками, кураторами, коллекционерами и о многом другом. Я буду благодарна, если вы оставите какой-нибудь комментарий под этим видео, понравилась ли вам эта идея. Вы также можете предложить название этой рубрики. Итак, первая выставка, о которой я хотела бы рассказать и которая заканчивается уже на этой неделе, это выставка коллекции мецената, философа, коллекционера Дмитрия Волкова. В позиции представлены сразу два собрания философа, это подведение философа и подборка философских стратазов. Хотите посетить выставку на Гермалайском приулке до 26 января. В прошлой неделе я побывала на открытии обновленного подземного музея в парке Зарядье. Концепция этого музея заключается в том, что выставки будут меняться каждые две недели, а в экспозиции будет присоединено всего три произведения искусства. День искусства всегда будет сопровождать интерактивную часть. На сегодняшний день можно увидеть экспозицию, посвященную художественному яркому дуэту нулевых, и виноградому и дубасарскому. Выставку можно будет посетить до 2 февраля. Кураторы Концепции 3 мотивировались к быстрым темпам жизни современного человека. А на новой групповой выставке в Орехов Галлери кураторы и художники, наоборот, избавляют посетителей от суетливого ритма жизни, от суетливого просмотра экспозиции. Эта выставка называется 4.0, если ее так можно назвать. Это означает аббревиатуру C-MAG, четырехцветную автотипию, а именно сведение всех цветов к нулю. Здесь кураторы сакцентировали свое внимание на недостаток пищного труда в эпоху технического прогресса. Выставка продлится также не очень долго, а точнее до 27 января. Следующая маленькая, но очень интимная выставка находится в гараже и называется она «Секретики». Кураторы мотивировали советской детской игрой «Секретики», когда дети прятали свои ценные вещи под землю, закапывали их и показывали только самому. самому избранным друзьям. Поэтому вы можете почувствовать себя причастными к узкому кругу и показываться в советском андеграуде, открывая разные ящички, узнавая разную информацию. Выставка повествует о запрещенном советском искусстве. Вы увидите там произведения искусства, трактаты, которые были взяты из архива музея об альтернативных духовных практиках и даже альтернативной медицине. В одной из ведущих российских галерей по Fof Art Gallery по вторник, 21 января, с 7 вечера, вы можете посетить вернисаж Андрея Красулина, российского художника, работы которого находятся в коллекции мировых музеев, таких как в Русском музее, в Третьяковской галерее, в музее Людвига, в Ахене, в Германии. Основная идея выставки «Вещи приятней» заключается в том, чтобы познакомить вас с характерными визуальными принципами художника, которые не вписываются ни в парадигму модернизма, ни в систему концептуализма. А в четверг, 23 января, в 19.30 состоится сразу два мероприятия. Первый из которых состоится в образовательном центре МОМА. В рамках лектории истории домов моды пройдет шестая лекция о Джорджо Армане. Билет стоит по предварительной записи 350 рублей. Я оставлю ссылки под этим видео, так что обязательно приходите. Второе мероприятие – это показ фильма в музее Анатолия Зверева об американском художнике Жанне Мишеле Баске. Билеты также можно приобрести на сайте, их осталось совсем немного, так что спешите. Цена вопроса – 300-400 рублей. На этом все. Я надеюсь, вам очень понравилось это видео. Не забудьте им поделиться с друзьями, оставить комментарии под этим видео. Жду ваших предложений о названии этой рубрики. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok